Здравствуйте, с Вами календарь рыболова от портала Трофей. Сильные морозы наконец отступили, сменившись оттепелью. Плюсовая температура достигнет отметок от 3 до 6 градусов днём и от 0 до минус 1 градуса ночью. Первая половина недели пройдёт с переменной облачностью и небольшими осадками в виде мокрого снега. По-прежнему хищная рыба ловится намного лучше. Поэтому удивляем внимание в первую очередь ловли щуки на блесну и жерлицы. Окуня на небольших глубинах окунёвыми блёснами и мормышкой. А также судака на балансир. Из мирной рыбы на неделе будет неплохо ловиться плотва. В качестве приманки используем мормышку. Согласно лунному календарю, первая половина недели отметится средним клёвом, а во второй клёв немного ослабеет. Обращая внимание на лунный календарь, не стоит забывать, что клёв может быть разным и зависеть от разных факторов. Поэтому вооружившись своими знаниями, опытом и интуицией, вы вполне можете опровергнуть астрологические приметы и наблюдения. Наступившая оттепель и пасмурная погода – прекрасное время для ловли плотвы. Рыба будет стараться соблюдать баланс между температурой воды и её насыщенностью кислородом. Поэтому в поисках плотвы облавливаем как нижние, так и средние горизонты. Не забываем использовать приманку. Плотва рыбоподвижная, и стайки постоянно находятся в поисках корма, перемещаясь по водоему. Поэтому приманка поможет привлечь и удержать такие стайки около вашей лунки. В феврале рыба активнее обращает внимание на животную прикормку, так что мелкий мотыль прекрасно подойдёт. Можно добавить также молотые чёрные сухари и перловку. Кормёжка проводится небольшими порциями. Прикормка должна хорошо раствориться, упав на дно. С окончанием осадков и установлением ясной погоды станет более активной ловля окуня. Приоритетными по ловле будут реки с большим течением. Ловим окуня на небольшие, до 3 см блёсны, и не имеем популярную зимой мормышку. Вполне подойдёт небольшая, около 4 мм. В качестве насадки используем всё того же мотыля. Повышение температуры, ясная погода увеличит и активность щуки. Близость весны и голод заставит сменить зимнюю вялость хищницы. Ловим на блесну. Выбирая для лова крупные блёсны 6-12 см, на которые охотно клюёт как малая, так и большая щука. Также ловим хищницу на жерлице, где в роли приманки используем живца. Хорошо на эту роль подойдёт мелкий окушок или плотвичка, который не составит труда раздобыть. Ловля судака – это поезд. И хотя погода сейчас благоприятна, но успех лова судака будет зависеть от того, насколько голодна рыба. Наиболее подходящее время – утренние и вечерние зорьки. В качестве приманки выбираем балансир. Он должен выглядеть примерно так же, как и основная пища судака в этом водоёме. В зависимости от глубины будет различаться и размер приманки – от 4-5 до 10-12 см. Не лишним будет добавить к тройнику на балансире красный кембрик или бусинку. Если вы не знакомы с рельефом дна данного водоёма или не имеете возможности узнать ситуацию местных рыбаков, в помощь вам подойдёт эхолот. На нём вы сможете определить рельеф и глубину дна, расположение рыб, что существенно облегчит поиск и сэкономит время, позволив вам вернуться домой с трофеями. До встречи на льду! Субтитры создавал DimaTorzok